Администрация Сочи для удобства жителей подготовила 32 своеобразных удалённых офиса соцзащиты. Специалисты помогут пожилым людям в одном месте оформить заявку на получение льготных талонов, получить справку о доходе из пенсионного фонда, а также купить проездной билет. Такая система одного окна позволит избежать очередей. Пункты начнут работу уже завтра, адреса вы видите на экране. Подробнее познакомиться со списком можно и на нашем сайте fkt.com. График работы всех этих пунктов с 10 утра до 18 часов. И этот график вот такой внеочередной работы расписан на 5 рабочих дней с 28 числа, включая 3 число. Но предварительно уже многие пенсионеры в органах социальной защиты получили справки, на основании которых они уже завтра с утра могут идти в те пункты, где традиционно наши перевозчики продают проездные билеты и могут их уже по имеющимся справкам выкупать. Общее количество людей, имеющих право на льготу в Сочи, составляет около 17 тысяч человек. Бесплатные талоны на один проезд выдаются на 3 месяца. Максимум в одни руки можно взять 16 штук. Или же купить единый проездной документ. Проездной билет будет также стоить 250 рублей. В спокойном, обычном режиме этот билет можно будет получить в кассах, в тех кассах, которых и получали ранее, в прошлые месяцы. Всем, кому выданы такие талоны проездные, будут ездить на любом виде транспорта. Сейчас проездной документ выглядит так, а мартовские бланки будут видоизменены. Продажа проездных на март и последующие месяцы будет вестись только в 13 городских кассах. С 1 по 10 число режим их работы останется прежним. На автобусы с номерами от 100, то есть пригородные в одни руки, можно получить максимум 6 бесплатных проездных талонов. Стоимость единого проездного на пригородные сообщения – 250 рублей. Выдача билетов осуществляется как в транспортных кассах, так и в 16 городских пунктах, размещенных в Центральном и Адлерском районах. Продолжение следует...